Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Синебок. Горчане вызвали спасателей. Сотрудники филиала Центроспас Югория при помощи специального инструмента высвободили ногу ребенка. Мальчика передали медикам скорой помощи. В Югре сотрудники МЧС вышли с рейдами на реки. Главная цель напомнить рыбакам-любителям, что зима закончилась, а потому лед стал предательски обманчив. Спасатели ежедневно мониторят состояние ледового покрова и замеряют его толщину. Рыбаки знают о мерах безопасности, но в погоне за хорошим уловом часто о них забывают. Наказание за риск закон не предусматривает, а потому сотрудникам МЧС остается лишь снова и снова напоминать югорчанам об осторожности и оставаться на чеку на случай несчастья. Со 2 апреля ведется акция «Безопасный лед». В ходе этой акции проведено 53 патрулирования в местах массового выхода людей на лед. Также хотел сказать, что люди, которые отправляются на рыбалку, либо просто выходят на водоем, чтобы оценивали ситуацию, а желательно, чтобы не выходили на лед, так как весной лед очень опасный, хрупкий и может произвести провал под лед. Выход на лед в это время года нередко заканчивается трагически. В минувшие выходные в Сургутском районе под лед ушли 3 снегохода, в результате чего двое человек пропали без вести. А неделю назад в Нефтьюганском районе погиб рыбак, также провалившись под лед. В Югре за минувшие сутки зарегистрировали 52 преступления. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции. По горячим следам раскрыли 37. Из них 9 краш, одно экономическое преступление, 5 мошенничеств, 1 угон и 4 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, в Хантывансейске сотрудники ППС установили подозреваемого, у которого при себе оказался сверток с веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, а подозреваемый был в прошлом судим за аналогичное преступление. Кроме того, полицейские раскрыли 4 ранее зарегистрированных преступления. Так, правоохранители выявили злоумышленника, который 17 раз расплатился чужой картой, сделав покупки на 10 тысяч рублей. Сейчас он под подпиской о невыезде. Жители Нягани, а также Октябрьского, Белоярского и Березовского района за месяц собрали 16 тонн гуманитарного груза. Фраза «своих не бросаем» объединила детей и взрослых. Предметы первой необходимости, провизию и даже бытовую технику на пункты сбора несли целыми рабочими коллективами, классами и детсадовскими группами, семьями и некоммерческими организациями. Все это уже отправили жителям Донбасса и эвакуированным гражданам Украины. Впрочем, сбор продолжается. Кроме того, посылки собирают и для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Очень много приходило волонтеров, очень много привезли из-за реки, собрали и привезли прям целые газели. Очень радует то, что город Нягань опять показал себя очень активным, своих не бросаем, очень добрым. Мы знаем, что дети детского сада «Журавлик» рисовали рисунки. Были такие посылки, в которых были письма с добрыми пожеланиями. Время, когда таланты расцветают. В Югре продолжается фестиваль «Студенческая весна». В нем свои творческие способности показывают учащиеся колледжи и институтов. Самых-самых определят в четырех городах округа. Сегодня конкурсные просмотры начались в Сургуте. С места событий Наталья Соловьева. Практически без перерыва проходит фестиваль «Студенческая весна» в Сургуте. Конкурсные показы сменяют репетиции и наоборот. На протяжении двух дней учащиеся из разных заведений удивят жюри своими танцами, музыкой, пением, дизайнерскими и актерскими способностями. Что мы знаем про фрактальные подобия? Ведь фрактальные подобия являют собой суть нашего пути. Да, фрактальные подобия – это то, из чего состоят коридоры и пространство. В сургутском этапе «Студенческой весны» более двух сотен участников – это представители двух вузов и шести средних специальных учебных заведений. Что примечательно, для большинства студентов показанное ими на сцене – это не профиль. То есть они могут учиться, допустим, на инженеров, но при этом презентовать жюри больные танцы или уличные танцы. «Студенческая весна» в этом плане хороша тем, что позволяет раскрыть свои творческие способности тем, кто после окончания школы перестал ходить в кружки. Душа-то поет. Я учусь в Сургутском политехническом колледже на информационной системе программирования, но при этом я занимаюсь творчеством очень давно, и танцы связаны с моей жизнью уже на протяжении 15 лет. Это с самого детства, поэтому я не могу это оставить просто так. И даже сейчас уделяю времени творчеству намного больше, чем учебе, потому что это мое нутро, которое я не могу скрывать. Пять лет назад я тоже был участником «Студенческой весны», и мне кажется, да, этот проект, этот фестиваль тоже повлиял на мои интересы к работе, к организации проектов, к организации мероприятий. Поэтому вот через пять лет я уже здесь, бывший участник, нынешний руководитель дирекции фестиваля. Вообще учусь на факультете управления, на организации работы с молодежью. Ранее занималась театральным направлением, в студии, получается. И когда я пришла в университет, меня сразу же забрали в эту всю движуху мероприятий, так как сама организатор, и вот попала сюда уже на студенческую весну, как главная актриса. Это для меня фестиваль с историей, потому что я сам выходец «Студ весны». Если бы не «Студ весна», я бы не стал профессиональным актером, не закончил бы ГИТИС. Поэтому я всегда очень рад сюда приезжать, благо я уже второй раз в жюри. И мне очень нравится эта энергия, эта молодость. Я всегда смотрю и прям сам заряжаюсь от ребят. Я очень люблю студию «Студ весну». Всего на сцене в Сургуте покажут более 50 номеров. Самым-самым предстоит выйти на бис. Завтра вечером пройдет большой гала-концерт. Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра Сургут». Югорчане могут принять участие в проекте «Сделано в России». Это премия журнала «СНОБ». В этом году ее будут вручать в 11-й раз. На сайте «СНОБа» уже начали принимать заявки от конкурсантов. Всего 13 номинаций. На премии могут рассчитывать предприниматели, ученые, дизайнеры, артисты, музыканты, кинематографисты. Кстати, номинировать на премию можно и через соцсети. Достаточно разместить пост в соцсетях с хэштегом «Я номинирую». Редакция, члены клуба и читатели журнала выберут лучшие проекты. Лонг-лист премии составят к началу лета, а шорт-лист сформируют осенью. После этого на сайте «СНОБа» начнется голосование за победителей. Так, например, предприниматели из Покачей могут смело заявляться на премию «Сделано в России» в номинации «На вкус и цвет». Это категория для гастрономического бизнеса. В Покачах варят варенье не только из ягод, но и из хвойных деревьев. Точнее, из их шишек. Впрочем, местные грибы и ягоды на Покачевском производстве также идут в ход. Летом в Покачах организуют сборы, переработку дикоросов, а это, в свою очередь, дает сезонный рост рабочих мест. Предприниматели говорят, что бизнес не был бы таким успешным без поддержки властей. Полный перечень таких мер можно найти в приложениях «мойбизнес.рф» и «мойбизнес.югра.рф». Ну а во время ознакомления можно полакомиться экзотическим вареньем. «Сосновая шишка – это вообще процесс, конечно, очень длительный. Сначала нужно ее замочить, шишку, хотя бы на сутки, 7-8 часов, для того, чтобы все этот песок все осело, промыть хорошо. И готовим сироп. Затем мы закладываем эту шишку и доводим до кипения. И отставляем в сторону. То есть наша шишка пропитывается всем. И после этого мы через сутки еще раз доводим до кипения, стерилизуем баночки, крышки и закатываем». Из Югры в Баку, Новосибирск, Горно-Алтайский, Пермь. Авиакомпания «Ютеер» перестраивает маршрутную сеть. Так в округе будет действовать 54 маршрута, из которых 40 внутренние. По поручению губернатора Югры авиакомпания связала Березово, Белоярский, Когалы, Мнягань, Урай и Советский с административными центрами Ханты-Мансийском, Сургутом и Нижневартовском. Из этих крупных хабов можно улететь в Москву, Баку, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Тюмень и Пермь. В планах пустить самолеты в Анапу, Краснодар и Геленджик. Пока аэропорты этих городов не принимают рейсы из-за военной спецоперации на Украине. Ограничения полетов действуют до 19 апреля. Слэджхоккейная команда «Югра» вышла в финал чемпионата страны. Там нашей команде предстоит сразиться с фаворитом турнира «Фениксом» из Московской области. Решающая часть соревнований среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в городе Олексин. Там за итоговые места в чемпионате играют 8 команд. Накануне югорчане в полуфинале взяли верх над командой «Удмуртия» со счетом 4-1. К слову, наша команда уступала 0-1, но смогла склонить чашу весов на свою сторону. «Феникс» в параллельной встрече одержал разгромную победу над «Ястребами» 11-0. В финале «Югра» и «Феникс» сыграют до двух побед. Югорчане выступают на соревнованиях по видам спорта коренных народов Севера. В Елизово проходит первенство России по северному многоборью среди юношей и девушек. Состязания стартовали 8 апреля. Югру представляют 11 спортсменов. Во второй день соревнований участники выступали в беге с палкой, по результатам которого югорчане Атей Лялькин и Василиса Рева заняли второе место, а Карина Хабибулина третье. На следующий день Артем Захаров и Карина Хабибулина забрали серебро в метании топорика. Впереди спортсменов ожидает метание тензиана и прыжки через нарты. Государственный художественный музей приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска на субботний арт-променад. В рамках мероприятия зрители смогут посетить экскурсию «Образ Родины в русском искусстве» и концерт Центра искусств для одаренных детей севера скрипка и фортепьяна. Отметим, что субботний арт-променад пройдет уже 16 апреля. Билеты на мероприятие можно приобрести по пушкинской карте. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 21 копейку. Стоимость одного доллара сегодня составляет 79 рублей 84 копейки. Стоимость европейской валюты, напротив, упала в цене на 7 копеек. За 1 евро сегодня предлагают 86 рублей 72 копейки. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра.